Время новостей. О главных событиях нашего региона расскажу вам я, Ирина Вечер. Здравствуйте. И в этом выпуске у нас много детской темы. Лето. Слудская районная центральная библиотека. В этот раз выставка носит название «Я тоже так могу». Я просто счастлива, что вы пришли сюда. Вы настоящие, самые-самые талантливые и лучшие дети. По крайней мере, в Слудске это точно. Вы терпеливые, настойчивые. И всего добьетесь своей жизни. Потому что посещать какой-то кружок несколько лет и не пропускать простые дети не смогут. Простые дети не смогут. Смогут только самые настойчивые, самые талантливые и те, которые потом в жизни всего добьются, чего хотят. Юная художница Даниэла занимается у Елены Хатенко уже 9 лет и ей очень нравится. Занятия приходят с радостью. Знаете, иногда в школу не очень нехотя идешь, а сюда прям рвешься. Всегда объяснит, что поможет. Я считаю, Елена Владимировна, надо мне даже еще чайку приготовить. Я же там устала после школы. И расскажет интересные приемчики. Люблю я больше всего, наверное, рисовать архитектуру. Рисовать люблю гелевой черной ручкой, ну, графику в основном. Также люблю, сейчас открыла для себя маркеры. Тоже очень интересное занятие. Вот я нарисовала картину здесь. Назвала ее «Медиа-вселенная». Я считаю, что самое важное в картине, как для меня отчасти, это название. Чтобы мой зритель, смотря на эту картину и увидев название, сам стал придумывать себе сюжет этой картины. А я, чтобы эта картина его чуть подтолкнула на интересные мысли и воображения, чтобы она развивала свое. Здесь я нарисовала город, ночной город и летучих мышей. И решила нарисовать, как бы, можно сказать, другую вселенную. И вот я придумала этот механизм. Где-то сидела в нем целый урок, это два часа было. И вот если тут аккуратненько так потянуть, то тут, правда, чтобы ничего не сломать, то тут, короче, будет, короче, можно сказать, новая вселенная, как портал. И вот тут даже есть летучая мышь. Самое интересное было этой работе, я считаю, это механизм. Потому что у меня было где-то пять вариантов механизма. Но я становилась на этом, чтобы оно держаться, держалось и красиво смотрелось. Все, чему научилась Даниэла на занятиях Елены Владимировны, уверена, девушка пригодится ей. Выберет ли она профессию дизайнера или какую-то другую. Елена Владимировна, педагог опытный, знает, как работать с детьми, понимает их, в каждом видит творца. С детьми я работаю очень давно, уже 25 лет, больше даже стаж. И просто делаю то, что мне нравится, то, что я люблю. И учу этому детей. Дети ходят с удовольствием. Они чувствуют свободу на моем кружке, демократию. Мы, конечно, занимаемся и рисунком техническим, и академическим. Но на этой выставке мы представляем работы совершенно свободные. Детское абстрактное искусство. Выставка называется «Я тоже так могу». Это доказательство того, что каждый ребенок, он может выразить свои чувства и мысли. И ребенок, и взрослый, и любой человек. Вот эта выставка, это может доказать, что творчеством может заниматься каждый, как хочет, когда хочет, и в любом совершенно виде. Выставка «Я тоже так могу» будет экспонироваться в библиотеке все лето. Приходите! В ОАО «Козловичи Агро» открыли новый молочно-товарный комплекс с современным доильным залом. Первый и пока единственный такой в Слудском районе. В открытом акционерном обществе «Козловичи Агро» 1 июня открыли молочно-товарный комплекс «Лесуны». Это первый комплекс с доильным оборудованием типа «Карусель» в нашем районе. На открытии, кроме работников хозяйства, было много гостей. В приветственном слове директор ОАО «Козловичи Агро» Сергей Пенись поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве комплекса, его обустройстве. Без стройки нет будущего, утверждает он. Мы продолжаем, если вы видите, строить новые здания. После этого здания уже мы собираем документы. Следующее здание и следующее. Еще здесь были построены три зала. Три здания. Два для доения и один сухостой. Сегодня любое хозяйство будет существовать, и сейчас тогда будет иметь деньги. Коллектив нового молочно-товарного комплекса принимал поздравления и подарки от гостей. Мы не слышим аплодисментов. После церемонии открытия директор сельхозорганизации показал в залы комплекса новое оборудование. На МТК деревни Лесуны планируют производить 30 тонн молока ежедневно. Светлана Калятко – начальник нового МТК. Меня назначили здесь начальником. Привезли, поставили, сказали, Светлана, работай, тебе ее сдавать. Вот я с первого дня наводила порядки, уборка, все строительный мусор, все это было за мной. То есть все поддерживало чистоту. Привозили мебель, перевозили оборудование, все принимала. Устанавливали, помогали, все убирали. В общем, вся эта работа была за мной. Завезли сегодня 50 голов для того, чтобы запустить первоначально карусель, запустить, настроить ее, проверить именно на поголовье, на скота, на животных. Более квалифицированные работники сюда, естественно, просим, чтобы подобрали, чтобы было полегче работать. Работа интересная сама по себе. Все это компьютерное, новое. Я работала на параллельке, дойке, 5 лет проработала. Сама доярка, я сама из доярок, я проработала 19 лет дояркой в Козловичах. Вот, поэтому мне это очень интересно. Здесь более усовершенствованная вот эта вот сама типа каруселька меня очень интересует. Я ждала, не дождалась, чтобы именно на практике все это увидеть, как это все будет именно процесс самой карусели доения. Сама компьютерная дойка меня это ничего не пугает. Именно сам процесс вот карусели мне интересен до сих пор. Начинать работать на новом оборудовании в комфортных условиях – одно удовольствие. Очень приятно с самого нуля сюда прийти. Здесь, как вы видели, все благоустроено, все сделано для того, чтобы облегчить наш труд. Все комфортные условия. Ну, остальное все за нами. Я надеюсь, что мы справимся с заданной задачей. Что для работников из комфорта? Чайники, чашки вам сегодня дарили, кулер, еще что? Вы знаете, что мне очень нравится, что здесь персонально каждому комната. Женская комната, гардеробная, раздевалка, мужская гардеробная, души везде для всех. Мужская, женский душ, ну, туалеты, это все, санузлы, это все раздельно, да, все это сделано, предоставлено. Микроволновки, чайники, наш профсоюз об этом все беспокоился. Посуда, все, то есть, с нуля, можно сказать, все с нуля здесь. Всем обеспечены работники. Тем не менее, форма выдана, сапожки, ну, все, фартухи, ну, все, что нужно по, именно, укомплектованным и полностью. Так, когда погибнут грешницы, адреса Божия, а праведницы, да возвеселятся. ЖУ-4 Слуцкого ЖКХ теперь располагается по новому адресу. Улица Вилинская, 73. На первом этаже общежитие. Вход с обратной стороны здания. В Международный день защиты детей 1 июня в Слуцком доме ребенка побывали гости. Конечно, с подарками. Уже по доброй традиции прокуратура Минской области принимает участие в благотворительной акции, посвященной Дню защиты детей. Слуцкому специализированному дому ребенка представители прокуратуры Минской области передали средства гигиены, чтобы облегчить труд работников учреждения и сделать жизнь воспитанников немножечко комфортнее. Прокуратура Минской области четвертый год оказывает шерстскую помощь Слуцкому специализированному дому ребенка. Сегодня мы приехали к детям с подарками, привезли средства гигиены. Все наши дети родные, любимые, все красивые, умные. Ну и каждый достоин быть счастливым и здоровым. Поэтому наша главная задача, задача взрослых, оказать им в этом как можно больше помощи, поддержки, любви. И огромная благодарность, конечно же, работникам самого специализированного дома, где в принципе создан домашние условия, уют, детям максимально оказывается всевозможная помощь. Ну, как я уже сказал, что прокурорские работники в этом должны оказать реально поддержку и помощь, в том числе и детям, и работникам дома ребенка. Взяли шество над Слуцким специализированным домом ребенка и дважды в год, к Новому году и ко Дню защиты детей, представители прокуратуры посещают учреждения и передают подарки детям. Подарочный сертификат на 2000 рублей в рамках ежегодной благотворительной акции профсоюза детям Слуцкому дому ребенка презентовал председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза, работников здравоохранения Александр Гричук. И хочу выразить слово благодарности, уже неделю раз говорил, от Минской областной исполнительной комиссии, от Главного управления по здравоохранению, за тот труд, который вы ежедневно выполняете. Работа эта очень-очень сложная. Хочу выразить слово вам благодарности. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, за то, что такой прекрасный коллектив, который справляется с поставленными задачами. С праздником. Сегодня день 1 июня, день защиты детей. День празднуется абсолютно везде в нашей Республике Беларусь. С праздником вас. И спасибо, что вы есть. Дети остаются под вниманием постоянно. На подаренную сумму планируется приобретение нового музыкального оборудования. 1 июня для юных случан подготовили много развлекательных программ. Весело было и в детских садах, и в оздоровительных лагерях. В городском парке прошел фестиваль детского творчества. А в городском доме культуры ребята посмотрели яркий концерт. Фестиваль «Таленты Добрыни» традиционно собрал самых креативных ребят. В городском парке для юных случан организовали интерактивные площадки, выставки. Нерадущие друзья, нерадущие друзья, есть на белом свете. Нерадущие друзья, нерадущие друзья, взрослые дети. Ребята участвовали в туристских квестах, вспоминали правила безопасного поведения, ознакомились с оборудованием и снаряжением работников МЧС и ГАИ. Пели и танцевали не только учащиеся кружков художественного творчества районных учреждений культуры, зрители с удовольствием подключались к флешмобам. На праздник пришли и футболисты СФК Слуцк. Настроение у всех было отличное, праздник ведь. Ну а родителям напоминание от спасателей и работников госавтоинспекции. Уже традиционно каждый год в Республике Беларусь госавтоинспекция проводит специально-комплексное мероприятие под девизом СКМ «Внимание, дети!». В период данных мероприятий, напоминаю для водителей всех транспортных средств, что неукоснительно необходимо соблюдать пункт правил 166.9, который гласит о том, что необходимо передвигаться на транспортных средствах в светлое время суток с ближним светом фар, либо с дневными ходовыми огнями. Также проводятся мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пассажиров. Водителям еще раз напоминаю, что необходимо неукоснительно соблюдать перевозку детей в креслах специальных для сидения, в специальных бустерах, в специальных устройствах для обозначенных правилами дорожного движения, для перевозки данных пассажиров. Также мы проводим вот такие профилактические мероприятия, как сегодня, 1 июня в честь Дня защиты детей. Рассказываем детям о правилах дорожного движения, о правилах перехода через проезжую часть дороги, как себя нужно вести на дороге, что нельзя кататься на роликах по проезжей части, на бустерах, на скутерах и так далее. Ну и в целом, в целом, рассказываем детям о мерах безопасности в данный период. Сегодня спасатели Случины приехали в городской парк культуры и отдыха, чтобы побеседовать с молодыми родителями и с их детьми о правилах безопасности при отдыхе в летний период. В рамках акции «Не оставляйте детей одних» мы напоминаем о том, как важно не оставлять своих детей без присмотра. Каждый родитель должен держать своего ребенка на расстоянии вытянутой руки, так сказать, и обязательно знать, где его ребенок, в какой компании он находится, с кем общается, и, тем не менее, напоминать, проговаривать правила безопасности. Также не забывают спасатели о детях, которые посещают пришкольное лагеря и оздоровительное лагеря Случины. С 1 июня по 31 августа работники Слудского райотдела по чрезвычайным ситуациям будут посещать детей и напоминать им о правилах поведения в летний период. ПЕДЕРИК, ПЕЛЕНЬЕ, СТАЙТЕ ОСКАРЕТЬ ЛАЙ ПАКИНЕ СЛОВНА ПУКЛОБАРВЕ НА ЛАТРИНЕ ХОЧЕТ СЛАВТЮ ЁЛОРОСЬ В КАКТИНЕ О, 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 ОО They never see anybody to the thing to do before They say, move on me, move on me, move on me, э-э-э-э-э-э-э-э Песня «Морь и солнце» Отчетный концерт учащихся Слудского центра детского творчества прошел 1 июня. Как всегда, великолепно! Учащиеся Слудского государственного колледжа, дипломанты молодежной Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее». Алексей Бурлаков стал дипломантом в номинации «Изобретение на страж здоровья» с работой «Медикал Хелп Ассистент». Денис Максимов награжден дипломом третьей степени в номинации «Умные вещи в умном доме» за проект «Программный комплекс реализации ведения беспроводной мобильной коммуникации пользователей Салют». Также ребята приняли участие в торжественной церемонии чествования одаренной молодежи Беларуси во Дворце Республики. Алексею Бурлакову вручили свидетельство о награждении премии спецфонда президента Республики Беларусь. С учащимися Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации дружат и дети, и взрослые. Каждое посещение стараются устроить праздник. У учащихся Слудского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации всегда много гостей. Но особенно ждут ребята вечера 1 июня, когда к ним приезжают члены Слудско-Солигорского отделения мотоклуба «Айрон Прайт МС». Потому что встречи с ними всегда по катушке на мотоциклах, веселое общение и, конечно, сладкое угощение. В этом году байкеры оказали Центру финансовую помощь для ремонта кабинета сказкотерапии. 1 июня вместе с особыми детками, их родителями, братьями и сестрами играли, рисовали, фотографировались. Это была насыщенная эмоциями встреча. Мы рады были к вам приехать, порадовать своим приездом сюда, покатать детишек, порадовать также родителей. И, конечно же, купить вам сладости, пару коробочек вы купили. Ну и, конечно же, помочь в строительстве ремонта. В ремонте нашему училищу. Я желаю огромное спасибо! На городском стадионе 1 июня прошли веселые старты. Для ребят, посещающих отделение дневного пребывания инвалидов Слудского территориального центра социального обслуживания населения. Волонтеры Слудского государственного сельскохозяйственного лицея вместе с работниками физкультурно-спортивного клуба Слудского района 1 июня провели спортивные эстафеты для подопечных отделения дневного пребывания инвалидов Слудского территориального центра социального обслуживания населения. Прекрасная погода и хорошая компания – то, что нужно летом. Новая волна активности телефонных мошенников и кто-то лишается немалых сумм. Вот еще один пример. Доверчивость пенсионерки из Солигорска обошлась ей в 5000 долларов. В Беларуси участились случаи мошенничества по телефону. Злоумышленник звонит потерпевшему и сообщает, что его родственник попал в беду. Ему срочно нужны деньги. С марта этого года только в Минске возбуждено более 130 таких уголовных дел. В общей сложности мошенникам удалось выманить у жителей столицы более 1 миллиона 600 тысяч белорусских рублей. В Минской области – 9 пострадавших. В Солигорске, в Жодино и Борисове. По данным следствия, утром 29 марта 81-летняя жительница Солигорска позвонила ее внучка. Девушка громко плакала и сказала, что попала в ДТП. По ее словам, нужны были деньги для возмещения ущерба к пострадавшей стороне. После этого в разговор включился мужчина, пояснив, что готов помочь, но требуется финансовое вложение. Потерпевшая сказала, что у нее есть 5000 долларов, которые готова передать внучке. По телефону мужчина продиктовал форму заявления о прекращении уголовного дела по причине примирения сторон. Он сообщил, что скоро к пожилой женщине приедет некий Сергей. Этому человеку и необходимо было передать деньги. Звонивший выставил требование, что купюры должны были быть в пакете, который следовало обмотать полотенцем, а сверху положить простыню и наволочку. Потерпевшая, переживая за родственницу, сделала все так, как ей сказали, передав деньги неизвестному на лестничной площадке. После этого она стала ждать, что приедут с заявлением. Когда никто так и не явился, решила позвонить своей невестке. Та пояснила, что внучка жива, здорова и находится на работе. Поняв, что сбережениями завладели преступники, пожилая женщина обратилась в милицию за помощью. По данному факту, с Олигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 209 УК Республики Беларусь. Следователи настоятельно рекомендуют жителям быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, обращать внимание на номер, с которого поступает звонок. Если вам позвонили и рассказали о происшествии, якобы случившемся с вашим родным или знакомым, прежде всего необходимо самостоятельно созвониться с этим человеком и убедиться, что у него все в порядке. Не передавайте денежные средства незнакомым лицам. Зачастую от имени родственников, попавших в беду, действуют мошенники. Обязательно расскажите про эти простые правила вашим родственникам или знакомым, особенно пожилым людям. Начались каникулы и, конечно, все усилия взрослых направлены сейчас на то, чтобы отдых детей был безопасным. Учащиеся 2-го А-класса средней школы номер 11 поучаствовали в областном конкурсе детского творчества «Освод. Дети. Вода. Безопасность». В номинации видеоролик ребята заняли первое место. Молодцы! Заодно вспомнили правила поведения на воде. Белорусский я освод. Меня помнит весь народ. Знает каждый из ребят. Мне уже 150. Исторический был путь. Если нам назад взглянуть, Скромно скажем, без прикрас. Жизни я немало спас. Уважаемый освод. В этот юбилейный год мы с тобой все согласуем и законно рисуем. Не устанем повторять. Можно не везде нырять. Избегай на водоемах мест крутых и незнакомых. Дам еще я вам совет. Есть для плавания жилет. Ну, а в летнюю грозу быстренько покинь в аду. Если начал ты тонуть, круг спасательный метнуть. Взрослых сразу нужно звать. После помощь оказать. Не балуй и не толкайся. Под внимательным старайся. Воду в речке не хлебай. Забудьте не заплывай. И скажу, каков итог. Я спасти того не смог, кто не соблюдает правил. Спасибо, кто меня поздравил. Он всех на водах бережет. Белорусский наш освод. До 7 июня у юных случан есть возможность посмотреть представление батлейки. Спектакль проходит на православной выставке-ярмарке «Кладезь». Выставка-ярмарка «Кладезь» расположилась на площадке у входа в ЗАГС. До 7 июня здесь можно посмотреть представление батлейки, купить литературу, изделия мастерских Свято-Елисоветинского монастыря, посетить мастер-классы для детей и взрослых. Вход свободный. Продолжение следует... Солучане поучаствовали в гонках на внедорожниках в Светлогорске. В призы не попали, но результат неплохой. На территории Светлогорского водохранилища восьмой раз прошли традиционные соревнования по внедорожным гонкам «Джип-спринт» по Светлогорске. В гонках участвовали более 50 экипажей со всей Беларуси. Трасса была непростой. Для каждой категории автомобилей проложили свой маршрут, изобиловавший препятствиями. Три экипажа представляли Слуцк-Невоклуб. В их категории участвовало 18 автомобилей. За двухчасовую гонку наши джиперы проехали 13 кругов. Драевая адреналина, взрывных эмоций хватило и участникам гонки, и зрителям. Случайно заняли 4-е и 5-е место. Неплохо. Драевая адреналина, взрывных эмоций. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Сейчас состав немножко обновился, ребята молодые пришли, стремление есть играть, тренироваться. Вот почему-то у нас даже какая-то проблема с тренером, специалиста по именно этому виду спорта нет. Хотя вид спорта довольно-таки старый, играют, начал он свою историю из Франции, Франции, Германии, особенно Литва у нас. Беларусь, Украина, Россия играют, команды есть, но надежного тренера не нашли. Вчера он тебя заменил и встал туда, почему ты не делаешь, что он сам? Не сгруппировано играем, я считаю, что нужно больше тренировок совместных с командой Метеор и Случа. Меня зовут Вадим, это мой сын Саша. Ну вот мы со своим сыном пришли поддержать нашу слудскую команду с Дюш. Месяц назад вот пришли в команду нашу слудскую, учится ездить, будет будущим мотоболист. Ну, мне нравятся мотоциклы и всякая техника. Как у тебя получается? Нормально. А ты любила, пожалуйста, на чем тренируешься? На мотоцикле Лифане. Нам показали такой маленький мотоцикл, не очень скоростной. Мощность я, к сожалению, не могу сказать. Может быть, 50 кубиков он и... А, 100 кубиков, да, 100 кубиков. И, наверное, на сколько тут, может быть, на 20 или сколько тут лошадиных сил. Ну, достаточно такой маломощный. Но, тем не менее, очень шустрый. Мотоциклы для мотобола, ну, по сути, первый мотоцикл это СМТ. Для него признаначен был варят бугриля. В плане признаначен, чтобы, типа, защита большинства была, ну, ног там будет в плане и выездить в мяч. Мотоцикл Минск, ну, мы называем его либо макака, либо апельсинка. Либо мотоболка. И в плане того, что, типа, мы бываем тут в компании, ну, собираемся как у команды полностью, начинаем готовить мотоциклы соревнованиям, чинить их, либо варить бугриля. Ну, и все, вот, недавно на Дону мы привалили бугриля на СМТ новое. Эта защита идет, чтобы еще водить мяч. В плане защита ног, и чтобы легче было водить мяч с мотоциклом. Стропка мотобольного спортсмена, ну, представляет собой... Под штанами у нас наколенники. Сверху кожаная защита, либо пластмассовая. Ну, и ботинки, они специальные мотобольные. Тут можно, конечно, усиливать, как хочешь. Хотя тут тоже свои правила есть. Шлем, перчатки, наколи... ой, новокотники. Ну, конечно, с виду вид спорта очень опасный. Травмоопасный, да. Мотоциклы, мяч, скорость. Но если соблюдать все правила безопасности, если использовать правильно защиту, и ребята будут друг друга беречь, травм можно избежать, вот так скажем. Любой вид спорта, а тем более мотобол, он прививает и командную, и спортивную игру, и лидером делает человека в других видах спорта, в других дисциплинах. Он здесь и футболист, и в то же время и техник, и бесстрашный человек. И мне очень хотелось бы, чтобы мой сын, это максимально, насколько это возможно, раньше пришел в это все. И чтобы пришел в это очень, как сказать, под контролем, адекватно отнесся к мотоциклу, к спортивному, гражданскому, чтобы это не было такое, что ему исполнилось 18 лет, появились деньги, где он сам купил без навыка, без силы и поехал. Спорт очень интересный, конечно, заниматься мне очень нравится. У нас постоянно поставляются мотоциклы новые, ботинки, мячи, все это государству предоставляют. Прошел кастинг на наш обучающий курс Школа ТВ. Все претенденты хороши. А на YouTube-канале Слуцк ТВ вы можете проголосовать за того, кто больше всех понравился. Продлеваем голосование до 6 июня. Здравствуйте, меня зовут Трусак Виталий Александрович. Мне 10 лет, я учусь в 12-й школе. Я хочу стать блогером и рекламировать всякие игры. Хочу стать знаменитым, хочу, чтобы вы меня научили правильно все снимать. И я думаю, что я вам подойду. И буду помогать в работе. Я буду очень рада, буду стремиться к своей цели, стать популярной. У меня старшая сестра, ее подруги говорят, что я краш. Я думаю, что я красивый. Добрый день, меня зовут Беглариан Диана. Мне 15 лет, я учусь в Селещанской средней школе. И в этом году я заканчиваю 9-й класс. Что можно сказать о моих увлечениях? Я занимаюсь волейболом, баскетболом, могу также поиграть в футбол. Свой досуг я занимаюсь рисованием, могу погулять с друзьями, ну или же элементарно просто посидеть в телефоне. Какой бы проект я хотела вести на Слудк ТВ? Наверное, я наткнулась недавно на один очень интересный такой канал. И там была программа «Интересные люди». То есть там снимают людей, которые добились чего-то в своей жизни. Я бы очень хотела стать ведущей такой программы, потому что для меня это показалось очень интересно и увлекательно. И надеюсь, что люди тоже это оценивают. Почему как бы меня именно? Ну, я веселая, любознательная, ответственная. Участвую в различных школьных мероприятиях. То есть ни один концерт в школе не обходится без меня. Я ответственная. Что еще можно сказать? И надеюсь, вам понравилось мое выступление. Ну и все. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Спирида Нина Васильевна. И мне 12 лет. Сейчас я занимаюсь вокалом. 7 лет отучилась в хореографии. Еще полтора года занималась гитарой. Вот. У меня 4 сестры и один брат. Я из многодетной семьи. Люблю рисовать. Я бы хотела вести программу, связанную со спортом. Я еще посмотрю, потому что это первый раз. И вот на протяжении, пока я буду учиться, потом уже посмотрим, какая будет программа. Я думаю, что я подхожу вам, потому что я могу как бы дополнить ваш коллектив. Здравствуйте. Я Дробаш Антон. Ученик грецкой средней школы. Учусь я в 10 классе. Мне 16 лет. Я увлекаюсь гитарой уже 2 года. Закончил хореографию. Отучился там 7 лет. И отучился 7 лет на баяне в музыкальной школе. Какую бы программу я хотел вести? Я бы хотел вести программу, связанную с историей Случины. Возможно, это были бы какие-то истории о каких-то деревнях. Или это была бы программа о дошкольных и школьных учреждениях образования Случины, в которых бы можно было рассказывать интересные истории, в принципе, истории создания и немного о школах Случины. Я любознательный, прекрасный, хороший молодой человек. Я понимаю, что я себя нахваливаю, и это очень плохо, но все-таки. В коллективе всегда нужны заводные люди, которые будут душой компании и даже после работы смогут поддержать коллектив приятным и милым общением. Меня зовут Кухта Александра, мне 15 лет. Я заканчиваю 9 класс и потом поступаю в 10 класс, чтобы далее обучаться в высшем учебном заведении и пойти на факультет журналистики. Также мне нравится танцевать, я занимаюсь спортом. Я люблю узнавать интересные моменты из жизни других людей, поэтому я пришла сюда на кастинг Случк ТВ, чтобы попробовать себя в этой сфере. Также я хотела бы вести спортивные программы, потому что спорт в моей жизни занимает очень большую позицию. Я думаю, что я подхожу на программу Случк ТВ, потому что у меня очень много амбиций, и мечта стать журналистом очень важна для меня, и я мечтаю об этом с самых ранних лет. Хорошая новость для тех, кто занят стройкой или ремонтом. Акция от Слуцкого лесхоза продлена. Внимание! Акция «Ремонтируй с выгодой». Слуцкий лесхоз реализует пиломатериалы по сниженным ценам. Акция «Ремонтируй с выгодой» действует до 15 июня. Обращайтесь по телефону. Акция «Ремонтируй с выгодой» И, конечно, о погоде. 4 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11 градусов, днем плюс 16, плюс 21. 5 июня прогнозируют пасмурную погоду, сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-14 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов ночью и плюс 13, плюс 14 днем. 6 июня переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16, плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Смотрите сюжеты и новости Слуцк ТВ на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях. Там тоже много интересного. Делитесь своими новостями и важными событиями. Рассказывайте об интересных людях. Предлагайте идеи и проекты. Мы рады обратной связи. Давайте делать телевидение нашего города лучше вместе. Всего доброго.